Ну а если вы все еще не знаете, чем заняться на выходных, посетите 17-й международный конкурс исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица». Он пройдет как раз 26 и 27 марта. В этом году конкурс посвящен 95-летию со дня рождения Александра Шалова, педагога, воспитавшего не одно поколение музыкантов-балалайшников. О том, как пройдет конкурс, кто выступит и какую музыку услышат зрители, узнаем у начальника концертного отдела оркестра «Метелица» Ольги Спешиловой. Ольга, вас приветствую. Добрый день. В каких номинациях будут выступать конкурсанты? У нас три основных номинации. Это оркестры, это смешанные ансамбли от 2 до 6 человек и смешанные ансамбли от 7 до 14 человек, а также ансамбли народного пения и фольклорные ансамбли. Но внутри мы еще разделяем. Например, оркестра народных инструментов есть, а есть такое уже на сегодняшний момент редкое явление. Это оркестры баянистов-аккордеонистов. Все остальные ансамбли тоже разделяются по инструментам. Это баян-аккордеон, гусли слушаем, слушаем гитару, слушаем балалайку, слушаем домру. И, конечно же, мы очень любим наши фольклорные ансамбли и ансамбли народного пения. И в этом году они также будут представлены на конкурсе. Если об инструментальном исполнении говорим, как все-таки это разделение происходит? То есть моно-инструменты отдельно играют на гуслях, отдельно на аккордеонах? Да, есть и моно, как вы говорите, да, действительно мы слушаем. Есть инструментальные ансамбли, это, например, дуэт аккордеонистов, трио аккордеонистов. А есть смешанные ансамбли, куда, например, вот это ансамбль из Североморска, Мурманской области. Кроме аккордеонов входят ударные инструменты. Ну, такое порой интересное сочетание. Вот послушаем, что ребята нам новенького привезут в этом году. То есть в плане состава, в принципе, свобода творчества? В плане состава абсолютно творческая свобода. Единственное, вот по репертуару, здесь момент, конечно, такой, что в этом году, как уже было сказано, конкурс посвящен 95-летию Александра Борисовича Шалова. И наш бессменный руководитель, заслуженный артист России Игорь Михайлович Тонин, как раз выпускник, ученик Александра Борисовича Шалова. И, конечно же, мы постоянно в своей программе включаем произведения Шалова. И было пожелание такое в конкурсе, чтобы ребята исполняли по возможности произведение, написанное Александром Борисовичем Шаловым. Что нужно, чтобы пройти успешно прослушивание? Я так понимаю, предваряет оно все-таки выступление? Как справиться с этим? Нужно подготовить качественно программу. Нужно ее представить. И нужно приехать с этой программы и вынести на суд слушателей и зрителей. Что же касается коллективов из Ленинградской области, сразу хочу сказать, что международный конкурс в свое время возник на базе областного конкурса. И 30 лет мы уже проводим областной конкурс. 33 года коллективу, 30 лет проводится областной конкурс, потому что задача нашего руководителя была не только радовать жителей Ленинградской области своим искусством, но и привлечь молодое подрастающее поколение. И в связи с этим был и организован, и образован областной конкурс. И в этом году, так же, как и в прошлом году, мы проводили состязания в трех районах. Это Шлиссельбург, это Тихвин и это Всеволожск. Туда приезжали ребята со всей Ленинградской области. Мы их прослушивали предварительно, выносили итоги и присуждали места областного конкурса. И из 31 коллектива, 19 коллективам мы дали путевку на международный конкурс. Вот здесь вот такой отборочный тур был, такое отборочное прослушивание. И мы надеемся, что они достойно представят Ленинградскую область уже в международном масштабе. Чисто субъективно по тем коллективам, которые уже отслушивали, народная музыка сейчас в почете? Она будет всегда в почете, потому что народная музыка – это душа человека, это душа русского человека, это душа человека, который проживает на территории нашей страны. И поэтому она будет всегда актуальна, потому что музыка жива, музыка народная, она жива, будет и жить, и продолжать развиваться. И те традиции, которые передаются из поколения в поколение, мы видим, что ребята это все стараются привносить в свою жизнь. Ребята – это кто в итоге? Ребята – это дети и юноши до 18 лет включительно. Такие категории, ребят. Сразу хочу сказать, что конкурс имеет свою особенность. По четным годам он проводится вот среди оркестров и инструментальных ансамблей, ансамблей народного пения. А по нечетным годам это выступают у нас солисты. Вот в прошлом году у нас состоялось прослушивание между солистами. Приезжало действительно очень много ребят. Со всей России и из-за рубежа. А в этом году вот оркестровые коллективы. Если говорить о численности участников, то вместе с педагогами и концертмейстерами это 815 человек с областным конкурсом. Если говорим только о международном конкурсе, это более 500 человек. То есть мы ожидаем в выходные дни, в субботу и воскресенье, 26-27 марта, более 500 человек на нашем конкурсе. Таким нон-стопом будет проходить все. Да, да. Это будет нон-стопом. Здесь самое главное с нашей стороны обеспечить хорошую организацию, чтобы коллектив, ребята имели возможность переодеться, разыграться, выйти на сцену, настроиться и исполнить свою концертную программу. И опять-таки уйти со сцены. Потому что, например, такой коллектив, как Оркестр народных инструментов из города Химки, русская мозаика, в нем ни много ни мало 66 человек. Вот 66 человек должны быстренько выйти на сцену, настроиться, отыграть свою программу и также быстренько уйти. Потому что вслед за ними идет следующий коллектив. Чуть-чуть поменьше, но тем не менее это вот такая масса молодых людей, которая будет размещена на сцене. Здесь есть свои особенности организационные. Я так понимаю, не впервой, раз уж 30 лет в том или ином виде проводится конкурс. Да, да, областной конкурс 30 лет, а международный конкурс вот в 17-й раз. И посвящен он Николаю Николаевичу Калинину, носит имя, вернее, Николая Николаевича Калинина. Это человек, который в свое время был дирижером оркестра, это сподвижник народной музыки. Мы его считаем, конечно, лидером народно-оркестрово-инструментального исполнительства 20-го века. В то время, как в 90-е годы мы знаем, что была тяжелая экономическая ситуация в стране, а Николай Николаевич Калинин сумел создать 20 коллективов народных инструментов по всей стране. Он был членом Совета при президенте Российской Федерации. Он очень ратовал за музыкальное образование по классу дирижирования и много сделал для того, чтобы оркестры народных инструментов и ансамбли существовали. То, что конкурсы международные, я так понимаю, участники из ближнего зарубежья. Из ближнего зарубежья в этом году представлена Эстония своими коллективами. В прошлом году у нас были другие коллективы из Белоруссии, были из Донецка. В этом году, так как пандемия, мы знаем ситуацию с коронавирусной инфекцией, несмотря на то, что мы сделали смешанный формат конкурса, это онлайн, когда ребята участвуют, и видеозаписи. Но вот даже видеозапись порой коллективу было очень тяжело сделать, потому что дети болели, дети не находились, вернее, в музыкальных школах, да, или школах искусства, и педагогам порой было очень сложно собрать коллектив, чтобы сделать элементарно видеозапись. Это же еще и технически сложно. Конечно, это и технически сложно, это должно быть качественное исполнение, и поэтому мы очень рады тем ребятам, которые приедут на наш конкурс, и которые прислали видеозаписи. Видеозаписи прислали порядка шести коллективов, вот из 54, но тем не менее мы дадим им возможность выступить, и я надеюсь, они займут призовые места. Чтобы немного зрителей заинтриговать, видеозаписи тоже будут показываться в рамках конкурса? Да, да, да. Как это будет выглядеть, пока одни настраиваются? Это будет по мониторам отсматриваться и отслушиваться, то есть это можно будет увидеть воочию. Но при этом, я так понимаю, о видеотрансляции не идет разговор? Нет, нет, не идет разговор. Есть ли что-то против в плане того, что многие исполнители, в принципе, противятся дистанционной трансляции своих выступлений, потому что нет прямого контакта с аудиторией? Вы знаете, это сложный вопрос, ведь действительно, когда ты выходишь на сцену, и при пустом совершенно зале, да, наш оркестр и в 20-м году, и в 21-м году, да, профессиональный коллектив, казалось бы, да, выступал вот с такими трансляциями, когда при пустом зале, но шла онлайн-трансляция, конечно, мы не получаем отклика от живых зрителей. Нет такого ощущения в зале, что мы отдаем свою энергетику и получаем энергетику обратно. Это даже профессиональному коллективу сделать достаточно сложно, а тем более молодым юным исполнителям. И в прошлом году, когда мы сделали уже живое такое общение, то есть мы выезжали на места, и ребята к нам приезжали, то есть они делали это с большим и огромным удовольствием. Им хочется дарить свое искусство людям, им хочется слышать и слушать живой отклик зрителей, и, конечно, они получают от этого, безусловно, эстетическое удовольствие. Ну вот чуть более подробно мы продолжим об этом говорить буквально после короткой паузы, поэтому не переключайтесь. Мы продолжаем беседу в прямом эфире с начальником концертного отдела оркестра «Метелица» Ольгой Спешиловой. Ольга, соответственно, в продолжение темы, опять же, будет два концерта целых, полноформатных, в субботу и воскресенье. Давайте поподробнее расскажем, что все-таки пришедшие увидят. Да, да, да. Хотелось бы рассказать особенно про концерт-открытие, который состоится в субботу в 10 часов утра. Это концерт оркестра «Метелица». Но у нашего конкурса есть такая уникальная особенность. То есть члены жюри принимают участие в этом концерте, и они дирижируют в этом концерте или играют на каких-то инструментах. В начале, конечно, концерта дирижирует у нас Евгений Олешников. Он представляет город Белгород. Это художный руководитель, главный дирижер оркестра белгородского академического. И он является президентом на данный момент ассоциации профессиональных дирижеров оркестров народных инструментов. И вот Евгений Алексеевич будет дирижировать у нас первым номером. Затем будет представлен славный город Тула. Его представляет оркестр под таким же названием Тула. Руководитель коллектива Владимир Оленичев. И он тоже будет исполнять свою программу. Кстати, он будет дирижировать произведением основоположника великорусского оркестра Василия Васильевича Андреева. Произведение называется «Вальс. Воспоминания о Вене». У нас будет представлена Республика Крым. Это тоже дирижер оркестра имени Шендерева, Валентин Лобанов. И под его руководством прозвучат две части из сюиты «Узоры луговые». У нас есть такой замечательный исполнитель, гитарист Аркадий Бурханов из Новосибирской государственной консерватории. Он также возглавляет ансамбль старинной музыки «Инсула Магика». Так вот, он исполнит номер вместе с артисткой нашего оркестра Татьяной Голубчик. Татьяна у нас солистка на скрипке, а вот Аркадий Бурханов будет играть на таком инструменте, как колесная лира. Посмотрим, что из этого номера получится. Этот дуэт родился впервые. Я думаю, что он порадует наших слушателей. Также будет дирижировать Игорь Михайлович Тонин. И вот он исполнит произведение Александра Борисовича Шалова «Сюита Аленкиной игрушки». Сюита состоит из четырех частей. Затем солисты нашего оркестра тоже, так как конкурс в этом году оркестровой и ансамблевой, солисты нашего оркестра образовали дуэты. Это Андрей Косянов и балалаишник, и исполнительница на гуслях, звончатых Любовь Саматова, они исполнят свой номер. И дуэт дамристок Лейла Ахмедова и Ольга Галаева также исполнят пьесу. В общем, как и музыка народная, так и в принципе в составе участников. Одни перетекают в другие коллективы, образуют новые и вместе занимаются музыкой. Есть какие-то эксперименты, что ли, в плане аранжировок? Допускаются ли какие-то вольности при переработке материала? Ну, я бы не говорила так, что это вольности, но это творчество, понимаете? Один художник видит так и слышит, другой слышит по-другому иначе. Но когда это имеет определенный художественный результат, когда это художественно оправдано и имеет отклик у слушателей, естественно, мы беремся за такие произведения, и это инструментальные обработки у нас делает и Игорь Михайлович Тонин, и члены жюри, которые приезжают и дирижируют то же самое. Нет, потому что это не так, что заранее всем партитуру раздали, и вот неотступно нужно им следовать. Ну, дело в том, что музыка, хотя это творчество, да, но партитура есть партитура, мимо нее не пройдешь, и действительно, когда раздаются ноты, то оркестранты по ним играют. Еще бы я хотела сказать, вот в связи с тем, что мы говорили сейчас про концерт, да, упомянуть нашего бессменного друга, сопредседателя жюри, это Анатолий Яковлевич Винокур, который возглавляет оркестр виртуоза Кубани, он народный артист России, лауреат государственной премии, выпускник Санкт-Петербургской консерватории, но по воле и судьбе оказался в Краснодаре, и вот Анатолий Яковлевич бессменно с нами все эти годы, и он тоже будет дирижировать, и мы очень надеемся, что он доберется до нас, и все благополучно состоится на сцене, он продирижирует своим произведением. Что можете сказать людям, которые скептично относятся к народной музыке, мол, чего там, три струны, может быть, местами примитивные, там, ударная секция, допустим? Понимаете, музыка народная, академическая, эстрадная, если она высокопрофессиональна, она не может быть примитивной. Если она несет определенный художественный образ и имеет отклик у слушателей, она бесценна. И поэтому, ведь смотрите, да, это все инструменты, которые используются в народе, в быту, да, кто-то там, какой-то инструмент пять веков, какой-то шесть, какой-то всего два века, да, но тем не менее, вот та система музыкального образования, которая сложилась у нас в стране, начиная с 30-х годов, да, прошлого века, эта система и в музыкальных школах внедрялась, и в среднем звене, и уже в послевоенные годы в высшем звене, ведь она имеет место, и выпускники уже этих учебных заведений давно работают, и появляются другие ученики, то есть это преемственность поколений. Поэтому здесь мы можем уже говорить о профессиональном искусстве. Вот то, чем занимается оркестр Метелица, это профессиональное искусство. А то, что мы проводим конкурс, да, и это молодые юные исполнители, не все из них придут в профессию, но это достаточно сложно. Достаточно сложно научиться играть на инструменте. Это мелкая моторика, это определенные требования к посадке, это определенная техника игры, это определенный вес инструмента, порой тяжелый, таких инструментов, как баян-аккордеон, и научиться играть на инструменте на таком за один год, ну, практически невозможно. Поэтому существует система музыкального образования. Я так понимаю, и сами ребята, те, кто играют на разных абсолютно музыкальных инструментах, они точно так же и разных интересов, что ли, пристрастий, в принципе, в обычной жизни? Конечно. Вы знаете, те дети, которые идут в музыку, обычно у них свободного времени практически нет. У них еще много-много других кружков, кто чем только не увлекается. И спортом, и живописью. И поэтому ребята, когда ребенок вовлечен в процесс, да, в какой-то творческий процесс, занимается каким-либо видом спорта, у него все идет очень быстро, и он в школе хорошо учится. Как только ребенок учится только в школе и ничем не занимается, да, у него есть провалы в образовании, потому что все взаимосвязано. Музыка и математика, они взаимосвязаны напрямую. Мы об этом знаем. Спорт и музыка, они тоже связаны, потому что музыканты, это те же спортсмены, которые имеют несколько подходов в день, чтобы позаниматься на инструменте. Если они халтурят, то... Да, конечно, об этом не может быть и речи. Поэтому вот ребята занимаются на инструментах, и это достаточно сложно. А работает такая история, особенно, может быть, в Санкт-Петербурге, для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, что пришли с родителями условно посмотреть концерт, а потом можно заметить этих ребят уже в составе коллективов творческих. Конечно, это есть, поэтому мы приглашаем всегда на наши концерты юную слушательскую аудиторию. Мы работаем с музыкальными школами, все свои афиши, информацию о концертах мы распространяем по учебным заведениям. И действительно ребята приходят к нам на концерты. Мало того, ребята, победители прошлых лет конкурса «Метелица» работают у нас в оркестре. То есть вот такая преемственность. То есть прям налаженная такая череда событий. Кстати, вот для участников, для победителей есть ли какие-то осязаемые поощрения, кроме возможности попасть в коллектив? Это, конечно, безусловно, это наши спонсоры, которые оказывают нам всяческую поддержку. И, например, музеи дают право посещения ребятами своих экспозиций. Мы ребят приглашаем на свои концерты и тоже вручаем им пригласительные билеты. Когда-то бывают сладкие призы, детям тоже очень приятно. Когда-то бывают ноты, нотные издания, да, мы дарим. Когда-то книги. Но каждый год получается ситуация по-разному. И дети уходят с нашего конкурса поощренные и с призовыми местами. И у них остается приятное впечатление. Ну и в завершение остается только спросить, почему сейчас вот наши зрители, в том числе, должны прийти на ваш концерт? Почему они могут это сделать? Потому что это очень интересно, это зрелищно, это эффектно. Это музыка, которая никого не оставит равнодушным. И мы очень надеемся, что вот такой бомонд, который мы в этом году собрали из членов жюри, да, которые с разных уголков России привезут свое искусство, покажут, что они умеют, что они знают. Это члены жюри, они демонстрируют свои возможности, да, и это привлекает к себе ребят. Поэтому я думаю, что ни один слушатель не останется равнодушным. Мы всех приглашаем на наше мероприятие. Спасибо большое. Но опять же, народная музыка – это способ в том числе и выплеснуть эмоции, и наоборот зарядиться чем-то позитивным. Я напоминаю, что в прямом эфире ЛЕН-ТВ-24 у нас была беседа с начальником концертного отдела оркестра «Метелица» Ольгой Спешиловой.